Ну что, гайз, всех приветствую! Сегодня будем разговаривать с вами о достаточно интересном, я бы даже сказал, относительно недавно вышедшем продукте, который уже завоевал достаточно много хороших отзывов. Это табачок Трофимов, родом он из Петербурга, так сказать. Давайте будем вкратце разбирать сначала его исторические моменты. Первые задумки о создании бренда начались в 2020 году, во время пандемии. Ребята, так сказать, дома варили просто табачок домашней варки. И как-то раз им попался действительно очень хороший образец, который впоследствии ребят очень сильно полюбился. И они подумали, что, блин, это определенно точно должно попробовать больше людей, чем просто вот наша, так сказать, команда. Поэтому ребята начали двигаться в этом направлении и постепенно начали наращивать свои производственные, так сказать, мощности. Основным мотивом у ребят стало создание именно бездраматической линейки, которая получила свое первое название Титан. Титан. Это была, получается, линеечка с моновкусами, с натуральными ароматизаторами, с всякими алкогольными варками. То есть там мелиса, мята и всякая подобная история. На самом деле подобную историю мы уже видели у Джента, у Сатира, да, есть алкогольные варки. В общем, ребята экспериментировали и старались как-то в этой, так сказать, степи развиваться дальше и экспериментировать как можно больше. Через полгода у ребят уже появились действительно устойчивые образцы, поменялась там нарезочка, крепость урегулировалась. В общем, все пришло, так сказать, к общему знаменателю. Первый выход в свет, так сказать, у ребят был в 2020 году, который подавался в только одном заведении. Это было заведение Журавли, где оно находится, я, честно сказать, так и не понял. Но первоначально продукт прокуривался лишь в одном заведении, так сказать, специализировано. Впоследствии уже через, по-моему, еще полгодика ребята уже вышли на больший уровень и начали продвигаться уже в других заведениях. Там же и начали вылезать первые, так сказать, проблемы продукта, ведь продукт изначально вообще, в принципе, делался для курения именно на фольге. Но когда его прокуривали в других заведениях, его кидали на калау, на 4,25 углях. В общем, самая классическая такая банальная история, прогрев на 4,25, там 5 минут и так далее. И все это дело быстро теряло свою ароматическую историю, там появлялись какие-то дефекты при курении. В общем, ребята все эти моменты тоже подфиксили. И в итоге мы получили уже практически готовый продукт, который уже на тот момент, по-моему, сменил название и имеет это название по сей день Трофимов. Трофимов это название не просто так оно взято, это именно фамилия создателя бренда. Продукт становился все популярнее и популярнее, собирал все больше и больше положительных отзывов. Ну и впоследствии ребят уговаривались сделать именно ароматическую линейку, что, собственно, они и сделали. Они, получается, решили сохранить историю про моно-вкусы и у них появилась ароматическая линейка, которая называется Бёрли, которая исключительно состоит из моно-ароматов. Впервые на всеобщее обозрение ребята вышли в 2021 году, то есть они были представлены на Ху-Клаб-шоу 2021 года. Собственно говоря, на тот момент ребята, получается, отдали около 20 килограмм табака, то есть курили. Забивали как на фольге, так и на колауде. Одни из немногих, на самом деле, так делали. Вот, и для маленького бренда это было весьма-весьма очень даже хороший результат. Ребята начали получать свои первые отзывы, и они были достаточно разные, то есть по большей части это были именно положительные отзывы. Многие говорили про то, что где нам купить этот табак, где нам его достать, давайте поставим его в работу. Кому-то он действительно очень сильно понравился. Но также и не обошлось, конечно же, без негативных отзывов. Ну, как говорится, куда без них. Ну и в сентябре 2022 года ребята получают акциз и уже начинают потихонечку, так сказать, распространяться по лаунжам нашей прекрасной страны. Вот, собственно говоря, вот такая микроистория данного бренда. И давайте будем потихонечку уже переходить непосредственно к его линейкам. На данный момент у продукта имеется три линейки. Это у нас линейка Бёрли, линейка Террор и линейка No Aroma. Линейка Бёрли это получается у нас ароматическая линейка. Линейка Террор это тоже ароматическая линейка, но очень крепкая, но об этом позже. Ну и линейка No Aroma, соответственно, это у нас без аромки. Давайте начнем разговор именно с линейки Бёрли. Это линейка средней крепости. Я бы даже сказал, что чуть выше средней крепости, примерно по крепости, наверное, чуть выше, чем Бёрл, условно говоря. Включает в себя достаточно большое количество ароматов. В принципе, об ароматах, о каждом аромате мы поговорим чуть позже. Линейка Террор это на самом деле безумно крепко. Лично я фул чашку Террора абсолютно не вывожу. Если ты думаешь, что Танж, Авердос и любой другой нынешний продукт на рынке это крепко, то ты, наверное, еще просто не пробовал Террор. Вот это действительно крепко. То есть крепче Террора на отечественном рынке, в принципе, я, наверное, ничего не курил. Это безумно крепко. Ну, и линейка No Aroma, я, к сожалению, с ней не знаком, ее не пробовал. Вот. Давайте будем более подробнее разговаривать о линейке Бёрли. Линейка Бёрли, в моем понимании, это флагманская линейка этого продукта, потому что она обладает действительно очень насыщенной ароматикой. И я бы даже сказал, что этот продукт, когда я только с ним впервые познакомился, именно с линейкой Бёрли, что произошло, в принципе, относительно недавно, я был безумно приятно удивлен, насколько отчетливо и понятно раскрывается вся ароматика. Здесь как раз-таки идет концепция именно мономиксов, правильно? Вот. К поводу ароматов. В линейке действительно очень много вкусов, о них мы поговорим чуть позже. В целом, линейка Бёрли по нарезочке, вы сейчас видите, все это дело крупным планом, очень удобная в работе, сиропистость у него в меру, то есть ее и немного, и немало, я бы даже сказал, идеальный баланс в работе, в общем, это безумно удобно. У нас в работе представлена из линейки Бёрли порядка, наверное, 20-25 вкусов, и в целом они все достаточно юзабельные, по большей части, естественно, всякие махмаркетовые ароматы, но и всякие немного нестандартные вкусы, естественно, тоже юзаются, и в работе показывают себя просто превосходно. Важный момент, который я хочу отметить, что весь Трофим выпускается именно в ручной работе, то есть небольшими партиями, и, если честно, я немножко опасаюсь того фактора, что если ребята ставят на конвейер, то есть увеличат свое производство настолько обширно и масштабно, что в этом всем деле пострадает именно качество, но будем надеяться, что такого не произойдет, потому что на данный момент Трофимов, особенно линейка Бёрли, это просто превосходно. Я лично был прям очень сильно удивлен на самом деле, и настоятельно тебе рекомендую познакомиться с линейкой Бёрли. По поводу линейки Террор, не знаю, насколько, если честно, у них там сильно раздута линейка ароматов, но по поводу крепости данного продукта, я, честно сказать, опять же, не могу привести даже альтернативу, насколько это крепко, то есть тебе это нужно просто будет попробовать. Танше Флайн даже не близко, даже не близко, то есть действительно прям очень сильно напинывает, очень сильно. В общем, в этом продукт обладает действительно очень приятной мягкостью на курении, то есть что линейка Бёрли, что линейка Террор, она действительно заходит очень мягко, но линейка Террор просто гораздо сильнее тебя расслабляет, так сказать. Вот, обязательно пробуй, если любишь, собственно говоря, крепко. Ну и давайте будем разговаривать уже именно о вкусах, так сказать, любимая часть, в принципе, любого обзора, так сказать, который я делаю. Начнем с линейки Бёрли, и вкус первый – это мангефера, сливочный манго. Достаточно популярный профиль, в принципе, вкуса. Эту манго мы встречали как экзоманго, как другие, в принципе, популярные нам манго. Очень узнаваемый профиль, стандартная манго, но при этом очень насыщенно, очень понятно, достаточно сладковато, но небольшая травянистая нота, естественно, присутствует, но где-то там отдаленно. По большей части это именно сладость и небольшая сливочность на фоне. Вот, ну, еще немножко травянистости, но это так. В общем, мангефера – вкус хороший, лично мне нравится, в работе юзает достаточно часто. Грин Ти – очень хороший аромат зеленого чая, достаточно хорошее попадание, то есть он немножко похож на грин Ти Бёрна, но здесь все это дело понасыщенней, поотчетливей и попонятней. Как по мне, очень даже хороший аромат, я бы, наверное, даже внес его в А-категорию, в работе юзает тоже очень часто. Жасмин. В принципе, что о нем говорить, жасмин мы встречаем достаточно редко, но при всем этом хороший просто инструмент в работе, не сказал бы, что этот вкус плохой, ну и не выделил бы его, наверное, в какую-то А-категорию. В принципе, просто нормальный аромат жасмина, все понятно, все ясно. Грэппифрут. Хороший, на самом деле, грейпфрукчик с послевкусием цедровости, не особо стандартный. В целом, нормальный, хороший цитрус. Но, опять же, не в А-категорию, в целом, я лично для себя выделяю грейпфрукты поинтересней. Old School Orange. То есть, это у нас получается олдскульный апельсин. Ярко, насыщенно, понятно, апельсин есть апельсин. Ничего интересного, просто, я бы даже сказал, наверное, больше проходной аромат. Ничего такого, просто апельсин. И все. Кок. Вкус кок. Кола. На самом деле, хороший аромат. Насыщенная, действительно, кола. Немножко терпковатая на фоне. В целом, юзабельная. Но, опять же, в моем видении, кола должна быть немножко другая. Или я, может, просто привык к другим колам. Нормальная кола, но, опять же, ничего интересного. Вкус нур. Последний из, получается, нововысших ароматов. Их всего три, но о них чуть позже. Это вкус граната. Хороший, понятный, терпкий, очень натуральный. Я, конечно, люблю гранаты именно, когда они уходят больше в гранатовый сок. Но, в принципе, здесь понятно и ожидаемо, что все это дело будет именно в натуральную историю. Так как это упирается в философию бренда, так сказать. Так что нур для любителя натурального граната, да. Для любителя именно больше гранатового сока, скорее, нет. Лично мне вкус не особо понравился. Джинджер, алё или гиндер, джинджер эль. То есть имбирный эль, это у нас достаточно хороший вкусец. Я с ним начал знакомство, получается. Это первый вкус, точнее, с которого я начал знакомство с Трофимово. Мне вкус понравился. Хорошее попадание в имбирный эль. Мы здесь с ребятами вместе прокуривали. И все, в принципе, поставили ему хорошую оценочку. Вкус хороший, в алкогольную тематику вписывается неплохо. Вайлд Стравбери. Очень сильно похоже это Вайлд Стравбери на Банчевскую. В принципе, и как на любую другую землянику, но близко к Банчевской. В общем и целом, понятно, вкусно, ягодно. В принципе, наверное, раздувать не стоит. Хорошая земляника. Если хочешь что-то ягодное попробовать, то начни, в принципе, знакомство с нее. Не ошибешься. Рубик Грейпс. Хороший, хороший на самом деле виноградик. Многие могут соотнести его, так сказать, название с мастхевчиком. Но там совсем другая история. Здесь он не настолько свежий. Больше, как виноградный сок, лично я его позиционирую. Нормальный вкусец. Но, опять же, наверное, просто отнесу его в норм. Не сказать, что прям вкус, который можно как-то выделять. Кукис. Не самый, наверное, удачный аромат. В линеечке Трофимова. Я в целом как-то не особо отношусь к десертным ароматам. Но, я думаю, для любителя определенно точно понравится. Понятный, объемный, хороший аромат. Но просто не мое. Лимонада. То есть, аромат непосредственно лимонада. Хороший, достаточно часто юзается в работе. Я бы даже сказал, очень часто юзается в работе. В любой напиточный микс. Там, киви, фейхуа. У-у-у-у. И поехали. Очень вкусно. Рекомендую. Вкус роза. На самом деле, как я ранее, по-моему, говорил, у Трофимова все идет дело в натуральную историю. Собственно говоря, здесь натуральность тоже присутствует. Хорошее попадание в розу. Но я не любитель, опять же, всяких цветочных оттенков. Поэтому этот вкус лично для меня проходной. Но если ты любишь цветочные оттеночки, то, я думаю, тебе определенно точно понравится. Бейлис. На самом деле, я обожаю Бейлисы. Обожаю джентовский Бейлис. И все, что связано с подобным типом ароматов. Здесь Бейлис, на самом деле, очень хороший. Мне он нравится. Он очень объемный, понятный. С таким каким-то небольшим водянистым, конечно, послевкусием. Но, в общем и целом, Бейлис достаточно хорош. Это что-то такое приторно-водянисто-шоколадно-напиточное. Короче, плюс-минус, наверное, можно соотнести его с какао. Это вкусно. Пробуй. Кокос. В моем понимании, проходной аромат. Какой-то он слишком суховатый. Мне лично он, так сказать, не особо понравился. В принципе, кокосов, наверное, рынке хороших-то и нет. Все сейчас стараются опять делать натуральные кокосы. И это мне не очень нравится. Вкус проходный. Вкус попкорн. На самом деле, не скажу прям точно, что здесь попадание какое-то есть хорошее. Это просто что-то такое десертное, приятное, немножко карамельное. В целом, на курении показывает себя хорошо. В определенные миксочки залетает, так сказать, на ура. В принципе, аромат юзабельный. И юзается за стойкой достаточно часто. Шри-Ланка или элитарный чай, так сказать. Хороший, ароматик. Как по мне, здесь даже какие-то алкогольные нотки присутствуют. Должны ли они там присутствовать, это хороший вопрос. Но в работе юзается не так часто. Немножко он простаивает. Но, в общем и целом, под какой-то запрос или под какой-то, опять же, миксок алкогольной, чайной тематики. Очень даже, очень даже. Ру-Харп или что-то такое. Короче, вкус ревня. Очень хороший ревень. Очень насыщенный, понятный, травянистый, узнаваемый. Юзается гиперчасто. Очень хороший аромат. Стараюсь его использовать, если просят что-то травянистое и т.п. и т.д. Короче, вкус очень хороший. Настоятельно рекомендую от себя. Нобелес. Это тоже вкус из последнего дропа. Это вкус сосны. Ничего удивительного. Понятный, нормальный вкус сосны. Ничего такого. Red Curran's. Вот здесь я бы хотел, на самом деле, остановиться. Это вкус красной смородины. И мое мнение, что это визитная карточка данного продукта. Это лучшая красная смородина на рынке. Вкуснее просто я не курил. Это очень объемно, очень насыщенно, очень понятно и очень вкусно. 100 из 100. Если ты хочешь что-то ягодное, пробуй ее. И начинаешь знакомство именно с этого вкуса. Очень хороший аромат. Dark Plume. Это у нас аромат плотной темной сливы. Слива в калияной индустрии, так сказать, вообще особо где не представлена. Даже не помню продукта из более-менее нормального, где представлена слива. Потому что она в целом и не представлена в нормальных продуктах. В целом данный вкус, что по моему мнению, что по мнению большинства, не особо как-то котируется. И не особо юзается. Это что-то невнятное, непонятное. И вкус лично для меня проходной. Вкус Крик. Как я понял, это вишенка с пивными оттенками. Вообще в теории должна быть. Но лично для себя я здесь не выделяю какого-то определенного вкуса. Вкус достаточно многогранен. Можно разные оттенки в нем почувствовать. И каждый чувствует в нем что-то свое. А лично я, наверное, скажу, что это просто что-то ягодно-тепковато-кисловатое. Плюс-минус так. Вкус киви. На самом деле многие его хейтят. Почему-то многим он не нравится. Лично для меня вкус киви здесь достаточно удачный. Как по мне, понятный, насыщенный, объемный. Немножко сладковатый. И самое главное, напиточный. В моем понимании киви должен быть напиточным именно в кальяне. Потому что в другой вариации я его лично не вижу, так сказать. И все жду, когда сделают какой-то нормальный киви. Именно без напиточной истории. Но я доволен всеми киви, которые есть сейчас на рынке. Поэтому здесь я, в принципе, тоже не буду давать всякие негативные комментарии. Хороший киви. Вполне даже юзабельный. И лично я юзаю очень часто. Ватер-мелон или же арбуз. Стандартная история для любого арбуза. Ацетонит не особо, наверное, вкуса, которым стоит долго заострить внимание. Арбуз есть арбуз. Ацетонит. Но при этом плюс-минус, как у всех, короче. Апентиапир или же кактусовая груша. Никакого кактуса я там, честно сказать, не чувствую. Как по мне, это просто что-то... Какая-то груша немножко недоспелая. В целом вкус просто, наверное, из всей категории, которая не особо часто юзается. Но, в общем и целом, просто такой, скажем, норм-проходной. Дабл-эппл. Очень хороший, на самом деле, баланс. Не слишком анисово. Но при этом и анисово, естественно, присутствует. Но, в целом, это курибельно. И тошнотворных рефлексов он не вызывает, в принципе, нормальный, понятный вкус. Ничего такого. Но для любителей, так сказать, дабл-эппл всяких, зайдет на ура. Ну, мята, есть мята, как говорится. О ней долго разговаривать не нужно. Понятная, как у всех, не особо... Не такая, наверное, насыщенная, убийственная, как, допустим, там, мята Бёрна. Или мята, не знаю, азура, условно, какого-то, да. Но и не такая приятная и не такая мягкая, как, допустим, у Танжа. Ну, в принципе, мы закончили говорить о линейке Бёрли. Ну, и давайте немножко поговорим о линейке Террор вдобавок. Линейка Террор имеет в своем составе 17 ароматов. В то время как линейка Бёрли имеет целых 33 аромата. Вот, мы уже о Бёрли поговорили. И поговорим о вкусах, которые эксклюзивно представлены, как я понимаю, в линейке Террор. Финляндия ванила, то есть же ванильная водка. Этот вкус из всех вкусов линейки Террор, как по мне, самый крепкий. То есть, я не знаю, с чем это связано. То есть, если я забиваю, допустим, чистую землянюку Террорусскую, то это не настолько крепко, насколько крепко курится именно вот эта ванильная водка. Короче, ванильная водка, вкус, в принципе, линейки Террор. О вкусе я буду мало заострять внимания, потому что лично я ее просто не могу курить. После второй тяги мне уже хочется просто вот так вот взять и кальян положить куда-нибудь, уйти, спать, отдыхать, не знаю, что-то еще делать, но только не курить. Потому что это безумно действительно крепко, как я уже неоднократно говорил. Если вы до сих пор мне не верите, поверьте. Собственно, ванильная водка нормальный, хороший вкус с небольшими алкогольными нотками. Но, опять же, акцент здесь мы на вкусе не делаем. Дикая зеленика в линеечке Террор то же самое, что и линеечка Бёрли, только нужно понимать, что линеечка Террор в плане насыщенности ароматики немножко проседает. То есть, линеечка Бёрли, она более насыщенная, а линеечка Террор, она менее насыщенная, соответственно. В принципе, здесь все те же вкусы, что и линеечки Бёрли. И единственный эксклюзивный аромат в линеечке Террор, это у нас получается именно ванильная водка. Вот. Все остальные вкусы, которые представлены, то есть, это у нас попкорн, это у нас кола, это абрикос, это груша, бейлис, темная слива, соответственно, апельсинчик, красная смородина, рубиновый виноград и грейпфрукт вместе с имбирным элем и арбузом, и кокосом, и мятой. Все то же самое, что в линеечке Бёрли, но не настолько насыщенно, но безумно крепко. Ну и, соответственно, линеечка No Aroma включает в себя, получается, целых 9 ароматов. Ни один из них я, к сожалению, не пробовал, и с линеечкой No Aroma я не знаком. Поэтому о ней мы, наверное, разговаривать не будем, и будем доверять лишь отзывам, а отзывы о линеечке No Aroma, ну, скажем, как всегда и у любой другой без аромки 50 на 50, кому-то это все дело нравится, кто-то считает, что все это дело не должно вообще на рынке присутствовать. Но я склонен занимать какую-то нейтральную позицию здесь, как где-нибудь найду, обязательно попробую, и, наверное, в инстаграмчике все это дело вам расскажу. Ну, давайте будем подытоживать. Начнем с линеечки Бёрли. Бёрли это определенно точно должно присутствовать у вас за стоечкой, потому что это на данный момент, по крайней мере, времени, пока это все дело производится в ручной работе, что я и рассчитываю, будет производиться, в принципе, наверное, в ручной работе. Должно присутствовать хотя бы определенные топы ароматов. Я думаю, мы сейчас на монтажике все сделаем красивенько и включим категорию вкуса, которые определенно точно должны присутствовать в B-категории и C-категории, соответственно. Ну и всякие экстравагантные ароматы наподобие мяты и так далее. Вот. Линеечка Бёрли хорошая, насыщенная, продолжительность курения достаточно высокая, по жаростойкости продукт, в принципе, достаточно хороший. То есть не могу выделить в него, что там вылетает ароматизатор, также не могу выделить, что он обладает каким-то экстремальным показателем в этой области. То есть продукт в целом, как и любой другой, греется на 4, 5 минут, снимается 4, курится на 3, 2,5, все работает хорошо, все работает нормально. Вот. В принципе, динамика аромата, она не меняется, сохраняется плюс-минус, как и у всех других брендов, на протяжении 20-30 минут, затем резкий спад и, соответственно, колен будет куриться в среднем 40-50 минут, как и любой другой. Линеечка Террор. Определенно точно должно присутствовать несколько ароматов хотя бы, просто потому что это, так сказать, чтобы закрыть некоторую полость в экстремально крепких продуктах. То есть можете забыть о Дохе, можете забыть о Фрегате там и всякой другой поебистики, грубо говоря. Просто вот, блядь, пару вкусов Террора поставьте, забейте чуваку, который у вас курит крепко, и пусть он потом немножко присядет, так сказать. Потому что это действительно безумно крепко, и парочку вкусов как инструмент должно присутствовать. Ну, это мое мнение. Ну, а по поводу, собственно говоря, без аромки разговаривать, наверное, мы не будем, потому что я ее, опять же, не пробовал. Точнее, подытоживать мы о ней не будем. Вот. А по поводу Бёрли и Террора, соответственно, Бёрли порядка 10-15 ароматов, я думаю, точно должны присутствовать. А по поводу Террора парочку топовых тоже можно за стоечку поставить, 100 из 100. По поводу ценовой политики, я, если честно, в цифрах прям не помню, но за 125 грамм, то есть все линейки идут в фасовочке 125 грамм. Вот. Давайте посмотрим, как у него выглядит именно баночка. Сейчас вы все это делал, в принципе, крупным планом, видите. Ничего примечательного, в принципе, вот идет вкус. Иногда этот текст, на самом деле, не особо понятен. Вот. И, соответственно, хотелось бы, наверное, хоть какую-нибудь расшифровку этого вкуса, потому что, вот, допустим, обычный потребитель какой-нибудь будет, он вкус ром. Вот он никогда не поймет, что это ром, условно, правильно? Вот. Ну, или вкус, не знаю, там, какие еще здесь есть. Вот мангефера. Ну, как понять человеку, что это сливочная манга? То есть, ну, условно, я бы лично на месте ребят здесь это все дело добавил. Вот. По поводу герметичности баночки там и так далее, здесь нет никакой абсолютно защитной, защитной, так сказать, ни, как это назвать, можно. Короче, ну, вы поняли, да, допустим, там, в банке Москве есть вот эта хернюшка, которая блокирует выветривание ароматизатора и вытекание сиропа. Здесь же такой истории мы не наблюдаем. И все это дело, по некоторым отзывам, можно прям открыть магазинчики. Ну, как? Нет, на самом деле открыть магазинчики не получится, у меня уже есть акциз, правильно? Вот. Все это дело просто скрепляется акцизной марочкой и все. Но банки немножко можно все-таки послушать, так сказать, аромат просто так вот преподнести. И все это дело должно пахнуть чисто теоретически, потому что, опять же, защитного ничего нет. Вот. Хорошо ли это или плохо, не знаю. Вот. Наверное, скорее плохо, потому что непосредственно теряется, появляется выветривание аромата в любом случае. Ну и, соответственно, ценовую политику в всех трех линейках в фасовочке 125 грамм. Кстати говоря, баночка стеклянная. Как нам известно, стекло лучше сохраняет свойства продукта. И за это, как говорится, лайк. Это нестандартно, это прикольно, это хоть как-то выделяется. Вот. Ценовую политику видишь на своем экране. Вот. Как-то так. Ну, наверное, на этом нотике мы будем завершать разговор о этом прикольном продукте. Я настоятельно, опять же, рекомендую тебе его попробовать, ознакомиться. Продукт очень популярен в Питере, в Москве. И уже потихонечку начинает распространяться по всей России. Но, если честно, с логистикой у ребят все еще в данный момент не очень. Так как это все-таки ручное производство. А с ручным производством, как мы знаем, есть небольшие проблемы в плане логистики. Вот. Так что продукт мне очень просто найти. Ты редко где увидишь его всяких в инстаграмах. Потому что, опять же, ребята, я так понимаю, еще с блогерами не работают. Связано, опять же, с объемом производства. Все упирается в это. Вот. Но, если где-то найдешь, можешь написать в их инстаграм. Ребята подскажут, где, что, как можно купить. Либо напрямую заказать у них. Вот. Но продукт потихонечку распространяется. И будем желать ребятам удачи в развитии данного бренда. И будем держать, так сказать, кулачки за развитие данного продукта. Потому что он действительно очень хорош. И настоятельно рекомендую тебе с ним познакомиться. Спасибо тебе за просмотр. Увидимся в следующем выпуске.